С итогами дня с вами в студии Елена Семеновичева. Земельные участки для бизнеса, повышение статуса рабочих профессий, льготы по оплате взносов на капремонт. Сессия окружного собрания депутатов завершилась с принятием ряда социально значимых законов. В перспективе они позволят повысить социальную защищенность населения, инвестиционную привлекательность и экономический климат региона. Валентина Чебичев следила за принятием решений. Возвратить рабочим профессиям былой почет и общественный статус. Такую цель ставили законодатели, внося поправки в закон о наградах и почетных званиях Ненецкого округа. В новой редакции закона учреждены 24 почетных звания. Они будут присваиваться жителям региона за особые заслуги и высокий уровень мастерства в различных сферах трудовой деятельности – в сельском хозяйстве, строительстве, здравоохранении, в сфере ЖКХ, транспорте, нефтегазовом секторе. Предлагается разделить все награды Ненецкого округа на государственные и иные награды. Дополнить перечень наград знаками отличия первой, второй, третьей степени, а также профессиональными почетными званиями. После принятия законопроекта в первом чтении он был дополнен званием «Почетный работник физической культуры и спорта НАУ». Кроме того, будут определяться кандидаты для присуждения званий «Почетный общественный деятель Ненецкого округа» и «Заслуженный предприниматель Ненецкого округа». Законом дополнительно учреждены два знака отличия – за безупречную службу и трудовая доблесть. Их будут вручать за значительный вклад в социально-экономическое развитие региона и эффективную работу. Поправками определена и дата, в которую будут вручаться все награды – в День России 12 июня. Следующий блок одобренных законопроектов касается социальных льгот. Так, пенсионеров старше 80 лет освободили от взносов за капитальный ремонт. Жители старше 70 лет будут платить только 50% от размера взноса. Льгота для старшего поколения будет предоставляться в виде компенсации по фактически понесенным расходам собственников жилых помещений. «Вот эта компенсация предусмотрена законом и будет распространяться с 1 ноября текущего года. Данный закон потребует выделения дополнительных средств из окружного бюджета примерно в размере 2,2 миллиона рублей. Поэтому закон в полную силу заработает после того, как мы изыщем и внесем изменения в окружной бюджет на текущий год». Внести изменения в бюджет депутаты планируют в апреле, после чего граждане, указанные в законе, смогут воспользоваться своим новым правом. Если человек уже получает компенсацию по оплате взносов на капремонт, он может выбрать одну из предоставленных ему льгот. Единогласно одобрен депутатами еще один социальный проект о льготном проезде для неработающих граждан. «Данным законопроектом предлагается внести изменения, касающиеся предоставления льготного проезда неработающему мужу или жене работника, в случае, если он не получает страховую пенсию по старости. Также предлагается суммировать стаж работы государственных учреждений и округов и предоставление льготного проезда». Другой законопроект защитил права людей с ограниченными возможностями здоровья. Для них на избирательных участках создадут беспрепятственную среду. Сегодня на территории округа расположен 51 избирательный участок. Большая часть из них находится в домах культуры, 13 – в спортивных и образовательных учреждениях и 8 – в сельсоветах, СПК и на предприятиях. Закон обяжет собственников оборудовать помещения средствами для доступного входа инвалидов. Это могут быть пандусы, кнопки вызова и другие средства. Виктор Кмить представил на сессии проект законов поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Документ расширяет круг использования денежных средств, которые получает опекун и усыновитель в первые 2-3 года после оформления документов. Единовременные выплаты на общую сумму 500 тысяч рублей предлагается использовать на образование ребёнка. Причём обучаться можно в любом учреждении страны. Воспользоваться этими средствами усыновлённый может до 25 лет включительно. В предыдущей редакции закона все тонкости использования выплат не обозначались. Ну представьте себе, усыновили ребёнка, а ему уже там 3-4-5 лет. А использовать эти средства можно в течение 1-го, 2-го, 3-го года. А фактически невозможно, потому что у нас в округе понятно, что общее образование бесплатное, дополнительное, как правило, тоже. То есть вроде права есть, а возможности использовать нет. И поэтому было принято такое решение, это подсказали сами жители города, которые попали в такую ситуацию. Эта сессия стала перспективной и для окружных бизнесменов. На законодательном уровне, правда, пока в первом чтении, им позволили арендовывать земельные участки без проведения торгов. Действие закона распространяется на земельные участки, находящиеся в государственной собственности округа, либо государственная собственность которых не разграничена. На этой площади инвесторы смогут возводить за счёт собственных средств и привлечённых в небюджетных источников объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения. В их числе школы, детские сады, спортивные комплексы, объекты тепла и водоснабжения. Также приоритет будет отдаваться строительству индивидуальных и многоквартирных домов для социального найма. В целом депутаты рассмотрели и приняли 24 закона. Затем слово предоставили губернатору. Игорь Кошин озвучил предложение пенсионера Владимира Санникова, поступившее к главе региона на личном приёме. Есть вопросы, которые требуют немедленного решения, но и есть конкретные предложения по дальнейшему развитию округа. И в том числе одно из подобных предложений прозвучало от пенсионера Санникова Владимира Павловича. Он попросил внимания обратить на следующий факт. Он говорит, у нас президент присягу приносит. Губернатор присягу приносит. И может имеет смысл разработать текст присяги и депутатам различного уровня, чтобы тоже приносили. В качестве премьера пенсионер привёл клятву присягу, которую давали депутаты из Архангельской городской думы первого созыва в 1870 году. Спикер собрания Анатолий Мядин пообещал рассмотреть вопрос о депутатской присяге на рабочей группе. Валентина Чибичек, Вадим Стасюк, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Продолжение следует...